Маленькому Кириллу Якимову нужна помощь. Мальчик болен ДЦП. И это только один из диагнозов малыша. Их у него несколько. Родители Кирилла руки не опускают. Они поставили перед собой цель сделать все, чтобы их сын пошел самостоятельно. Тем более после курса реабилитации в Китае состояние Кирилла намного улучшилось. Скоро ребенку необходимо ехать на второй. Более длительный курс лечения. А денег у семьи не так много. Ольга Попова встретилась с родителями мальчика. Папу Кирилл очень любит. Николай Якимов сейчас единственный работник в семье. Поэтому дома бывает редко. Но когда отдыхает, сын с папиных рук не сходит. Мальчишке чуть больше двух лет. У него ДЦП, плохое зрение и еще несколько труднопроизносимых диагнозов. Но родители малыша не отчаиваются. Они стучатся во все двери и делают все возможное и невозможное, чтобы состояние сыночка улучшилось. Вообще ни разу даже не задумывался вообще о том, чтобы, знаете, как некоторые есть, отказываются вообще. Для меня, ну, это был желанный ребенок, и он и есть, понимаете. Мне без разницы. Чего да как, например. Это мой ребенок, да. Раз так произошло, ну что, ничего страшного. Поставим все равно. А назад только слабые. Мы этого не допустим, да, Кирюху. Все вместе пробьемся. Помогают семье морально и финансово. Родственники, знакомые. А поездка в Китай. Там малыш летом прошел трехмесячный курс реабилитации. И вовсе состоялась благодаря помощи местных властей и совсем посторонних людей. Пришел папа, принес там копилку детскую нам с запиской, с открыткой. То есть ребенок увидел по телевизору, говорит, попросил вот передать эту открытку, записку и отдала свою копилку. То есть все, что она там вот складывала, копила что-то там, да, на себе. Вот она передала эту полностью копилку Кирюше отдала. Огромное спасибо. Тогда необходимые на лечение 300 тысяч рублей собрали за полтора месяца. Примерно столько же. Уже личных средств у родителей ушло на перелеты проживания в Китае. Восемь утра приходили, в час дня мы только уходили оттуда. То есть с нами занималось около пяти специалистов. Индивидуально ручки, индивидуально ножки, индивидуально там кисти, допустим. Вставлялись иголочки для зрения. Малыша хороший результат, спиночка окрепла. Он стал гулюкать. Стал в руки, хотя бы ему когда даешь, он стал брать. Стали ручки более рожатые раньше, то есть они были всегда только вот так вот. Нашему Кирюше дали 90 процентов на полную реабилитацию. Нашему еще одному малышу, то есть вот из всех детей. Они рекомендуют пройти хотя бы, хотя бы два-три вот таких вот курса больших, то есть от трех месяцев. Сейчас они нам дали, пригласили нас на полгода. Это 600 тысяч получается без билетов, как бы, ну без проживания, без всего, вот именно само лечение. Пойдем, попрыгаем. Пойдем, попрыгаем. Пойдем. 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 Молодец. Вот так. Плюс опять же, перелет, проживание, переводчик. Итого в этот раз потребуется около миллиона рублей. Родителям под силу собрать примерно половину от необходимой суммы. А ведь нужно еще столько же. Не хочу даже такого себе представлять в голове, что когда-то ребенок будет ездить в инвалидном кресле. Это самое ужасное, мне кажется. Поставят ребенка на ноги. Любимой целью им этого. Мы будем идти к этому, и мы, я думаю, к этому допьемся. Хотя бы к школе, чтобы он у нас уже своими ножками побежал в школу. Сейчас Кирилл проходит лечение у докторов из Екатеринбурга. В город они приехали на 10 дней. Почти каждое упражнение со слезами на глазах. А когда плачет сын, сердце болит и у мамы. Но Виктория держится. Ведь понимает, что все эти упражнения во благо. Даже несмотря на то, что малышу приходится преодолевать боль. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. Контактные телефоны родителей Кирилла Якимова и все реквизиты можно посмотреть на нашем сайте noyabres.rf. Мама и папа малыша будут рады и благодарны любой помощи.